Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, из Финляндии. Еще раз хочу поздравить всех с Новым Годом, Годом Кролика. Ну и я, конечно, по теме в шарфике, вот как говорится, из кролика. Ну и начну это видео с того, что это не вчера придумали, и не год назад, и не два. Это вот обсуждается, и мне кажется, будет обсуждаться и обсуждаться. Какие же изменения в Финляндии произойдут? Вот медицину перекраивают, перекраивают и перекраивают, и все перекроить ее не могут. Ну и началось это с того, что, конечно, денег на всех не хватает, и решили вот такое начать урезать. И первое урезание, что произошло, и что коснулось конкретно меня и моей семье, у нас убрали омолякаря. То есть у нас был вот такой прикрепленный доктор Лиза Пехкуня. Мы ее обожали всей семьей. Душевная женщина, она вышла на пенсию. Вот, как говорится, только она вышла на пенсию, и тогда вот это перекраивание началось. Мы, конечно, любили ее, и она любила всех своих подопечных, потому что она знала всех по именам. Какие болячки, кто чем переболел. То есть вот действительно человек работал по призванию. Не только то, что они дают эту клятву Гиппократа, но что на самом деле эти доктора, у них в голове крутится одному Богу, как говорится, известно. Вот человек был по призванию. И действительно, когда ты к такому человеку приходил на прием, тогда прийти к врачу, это было вообще нет проблем. Тебе, пожалуйста, звонишь с утра, был, по-моему, какой-то час или полтора, когда можно было это время заказать. Если на этот день времени не было, в течение двух или трех дней тебе к доктору давали номерок. Теперь же это такая проблема, потому что, во-первых, дозвониться ты должен быть безработным, чтобы попасть на этот сайт. И теперь к доктору не попадаем, идем к медсестре, ты рассказываешь всю подноготную, что ты, чего ты и так далее. К медсестре и медсестра уже делает оценку и смотрит, дарь тебе номерок к доктору или нет. Или действительно выпишут каких-то пилюль и, как говорится, иди домой с Богом, став сам далее с правой стороны кровати. То есть я, конечно, иногда диву даюсь, но в Финляндии все-таки такое количество мед всяких учреждений. Неужели действительно вот эта нехватка докторов или действительно доктора получают такую обалденную зарплату, что к ним попасть, это нужно действительно быть очень-очень больным. А вот так что на консультацию это даже и не мечтайте. И я сейчас говорю о поликлиниках, не о частном секторе. В частном секторе будьте любезны, вы можете прийти, вам сразу предложат сделать 25 анализов и так далее, и так далее, только открывая кошелек. И я в каком-то видео говорю, что у меня была родинка на спине и когда я пошла, это моя массажистка сказала, что Оля, вот эта родинка не очень хорошая, пожалуйста, пойди покажи. Ну и когда я пришла в поликлинику, мне сказали, у меня сразу в году устраивается вот такое от ракового центра, приходите, показывайте свою родинку раз в году. Но вы что, 365 дней я бы думала, что с моей родинкой на спине. Ну и я, конечно, пошла к частнику, удалила эту родинку, взяли анализы. Да, это не бесплатное удовольствие, почти 500 евро я заплатила за эту операцию, которая на моей спине была произведена. Но опять же, когда ты работаешь, у тебя есть доход, ты можешь пойти, как говорится, никакая не проблема. Но если ты сидишь на пособие по безработице и тебя вот так вот отфутболивают раз в году, у нас есть вот такая возможность вашей родинке посмотреть, да, ты успеешь уже, как говорится, да, отдать Богу душу, неизвестно, что на этой спине, какая родинка, плохая она или хорошая. То есть, конечно, все вот так вот анализируя, думаю, что да, хотят они перекраивать медицину в Финляндии, но когда это будет перекрой и действительно будет ли это лучше. И многие говорят, что раньше было лучше, я говорю точно так же. И не то, что мы говорим, что раньше было лучше, у многих это в крови, что да, хлеб был раньше лучше, и трава зеленее, и женщины были красивее. Да нет, конечно, все это мы прекрасно понимаем, такие же женщины, и такая же трава, и такой же вкусный хлеб. Но вот эта система, что раньше было лучше, да, конечно, это точно. Ну и теперь у меня есть Тервио Шлякари, слава Богу, я получила постоянное место работы, я теперь прикреплена к частному Меггилайне, то есть, если вот что-то кольнуло, стрельнуло и так далее, ни в какую поликлинику мне очередь стоять идти не надо. Есть частное вот такое предприятие, куда можно пойти, и, конечно, Тюя Пайка Макса, то есть, конечно, вот это все прикреплено к рабочему месту. Ну и моя знакомая спросила, Оля, надоело сидеть в поликлиниках, живу в таком районе, пришла в поликлинику и обалдела, показалось, что вообще какой-то лагерь беженцев, женщины в платках сидят с одной стороны, мужчины сидят с другой стороны, перед вот этим, по длинному коридору бегают эти ошалевшие дети, которых, видно, знаете, как говорится, приструнить тоже нельзя. Ну и если какая-то медсестра выходит, делает замечание, ты вообще враг народа, как ты, женщина, без платка можешь мужчине сделать замечание, смотрят как на врага народа, и они не понимают, переговариваясь, что кто-то может понимать их язык. Да, медработники много лет работали, вот от Красного Креста они умеют говорить на том же языке, и, конечно, диву даются, какое хамло у нас теперь в Финляндии тоже есть, но, слава Богу, как говорится, где я живу, я в районе такого нету, у нас здесь, может быть, в каком-то другом районе больше вот этих беженцев, но, опять же, беженцы беженцам России, есть беженцы, которые действительно, они хотят учить финский язык, они живут по законам Финляндии и отношения к финам, вот такое, что какие-то спали, что вы дали нам возможность сюда приехать, ну, а есть вот такие, что я приехала, и будьте любезны, под меня вы, пожалуйста, подстраивайтесь, вот Вера у нас такая, здесь сидят женщины в платках, вот здесь сидим вы, а вы вот тут стойте с правой стороны, если я на вас еще соизволю посмотреть, да, это, как говорится, вот будет бонус у вас по жизни, да, конечно, после такого посещения этих поликлиник хочется быстро взять какую-то страховку и ходить только к частникам, но, опять же, страховки теперь безумно дорогущие, и перед тем, как взять страховку, опять же, записываю видео, потому что столько вопросов было задано на счет страховок, и моя хорошая подруга тоже спрашивала, Оль, ну что страховка, Оль, что страховка, страховку тоже проблема взять только из-за того, что в страховку будет внесено все, чем вы болели до взятия страховки, то есть, если у вас диабет, у вас, ну, я не буду все перечислять, какие болячки есть, страховка вот этого не возмещает, то есть, если вы заболеваете новой болезнью, да, страховка это будет возмещать, но вот это старое, многие страховки не возмещают, и люди ведутся, они думают, о, сейчас я возьму страховку, буду болеть, ходить по частникам, делать анализы, и страховка мне все заплатит, да, беги, спотыкайся, фиг вам, помните, фиг вам, идейское народное жилье, вот и тут вам, фиг вам, да, нифига она не заплатит, поэтому перед тем, как взять страховку, пожалуйста, еще раз говорю, и я не знаю, наверное, палкой нужно приехать еще вам дать по спине, кто про это спрашивал, что читайте мелким текстом, что написано внизу, потому что обещают они все, что угодно, если по-фински плохо вы понимаете, пожалуйста, выписывайте на бумажку, и прямо показывайте пальцем, что действительно вот про это вы тоже хотите спросить, а не то, что вы заплатили эту дорогущую страховку, она не будет вам возмещать, на что вы рассчитывали, то есть, конечно, палка тут тоже о двух концах, ну, и теперь меняется количество персонала, который будет ухаживать за пожилыми людьми, ну, и почему я эту тему затронула, вот только в объявлении в газетах, по телеку показали, что с 1 января года 2023 на одного пожилого человека, живущего вот в таком пансионе, где работаю я 24 на 7, будет обслуживающего персонала 0,7. Ну, и пришла вот такая дама, которая сразу мне с порога, я открывала дверь, в этот день была вот такая на подхвате, у нас был день посещения, ну, и она с порога, что, ой, вот сейчас еще тут наберут работников, а мы за это будем платить, я вообще не поняла, про что она имеет в виду, что за что она будет платить, она, конечно, ни за что не платит, платится 80% снимается с пенсии мамули, которая живет в этом доме престарелых, потом есть короты тутуки, то есть есть вот такое, люди могут подать, если у них много лекарств и так далее, я про это отдельно рассказывать не буду, думаю, что мало кому интересно, и государство может доплачивать, если действительно у человека маленький доход. Ну, и она думала, что вот к мамуле прикрепят 7 человек, которые будут ее обхаживать 24 на 7. Я когда это услышала, думаю, ну, неужели у человека в голове нету никакой вот такой математических способностей, 0,7, это не 7 человек, это 0,7, вот если человека мы возьмем и отрежем от него 0,7, вот получится обслуживающий персонал, но так как от человека ты ничего не отрежешь, я ей вот просто на пальцах привела пример, что это будет обозначать, если, например, например, я ей привела вот такой пример, например, живет 10 человек, значит, 7 человек будет на этом отделении работать, но опять же, 7 человек не будет работать в смену, 7 человек будет работать в сутки, значит, вот из этих 7 мы вычитаем одного человека, который работает в ночь, у нас остается 6, из этих 6 мы вычитаем одного, это наверняка у нас медсестра, которая не делает хойтутю, то есть она никого не моет, не кормит, не меняет постельное белье, не делает ничего вот такого, она измеряет давление, она измеряет сахар, она делает, что она делает, лекарственные какие-то заказы в аптеку, договаривается с врачами, если какая-то консультация нужна, берет анализы и так далее, она занимается только вот таким, то есть когда человек пришел и сказал, что вот на одну мобулю будет 7 человек, кто ее будет тут ублажать, я, конечно, посмотрела квадратными глазами, и моя начальница слышала, когда я вот это ей все рассказывала на пальцах, что действительно, что 24 на 7, это считается, что за целые сутки считается, люди, которые будут работать, ну и моя начальница похвалила, что как я все здорово рассказала и показала ей действительно на пальцах, ну, чтобы человек не пошел по тампере вот такую чушь нести, что какой ужас им придется теперь вот за все это платить, конечно, никто ни за кого не доплачивает, родственники не платят за своих родителей, это, конечно, бред просто сивой кобылы в темную ночь, ну и похвалила меня, что сказала, в жизни она не слышала, чтобы иностранец так шикарно владел финским языком, что действительно ты рассказала все настолько доступно, что идиотом нужно быть, если уж действительно она после вот моих этих разжевываний она не поняла, ну и я думаю, многие согласятся, работа очень тяжелая, если сейчас вот это, вот поднимут до 0,7 на одного человека, это тоже, знаете, как говорится, не просто так поднять можно, да, на бумажке наверняка эти люди, которые сидят в министерстве, мы всегда прикалываемся с девочками, когда обедаем, ну и с мальчиками, конечно, и пьем кофе, что в жизни они в доме престарелых не работали, смотрят они всю эту статистику на бумажке, если бы они хоть пришли на одну смену, одели перчатки, одели бы рабочую одежду, нашу красную футболочку в полосочку, и пошли бы людей поднимать с постели, перестилать постель, приводить на завтрак, на обед, на ужин, и опять переодевать ночнушку, и, как говорится, укладывать спатеньки, да, они бы поняли, вот, какая тяжелая работа, и когда на бумажке все это смотрится, кажется, ну, 0,7, ну, как говорится, да, может быть и один бы, может быть, а может быть и меньше, поэтому всегда мы обсуждаем это, и я знаю, что бастовки, забастовки будут, финские медсестры и медработники бастовали, и не просто так они бастовали, да, конечно, поднятие зарплаты произошло, к сожалению, мне зарплату не подняли, так как я не медработник, ну, весь младший персонал получает теперь гораздо больше, ну, и в Хельсинки шикарные бонусы, моя знакомая прислала мне скриншотик, говорит, Оля, посмотри, какие бонусы, то есть, если ты делаешь договор, и ты работаешь, например, 6 месяцев, как работала сейчас она, сентябрь, октябрь нормаль, ноябрь, январь, февраль, вот она будет работать 6 месяцев, она получит обалденный бонус за то, что она вот будет там работать, то есть, конечно, вот только деньгами они могут мотивировать, но и опять же, не всех мотивируют деньгами, если работники не справляются, тут хоть какую им мотивацию не делай, да, конечно, такого работника на рабочее место не возьмут, и вряд ли предложат договор, и хороший пример, наша дама, которая была вот такая француженка с красными губами, на моем рабочем месте, которая хотела быть вору, по Алику начальником смены, но она думала, что она сейчас придет начальником, делать ей ничего не надо, пальцем она будет только показывать, а мы будем бегать, как савраски, и, как говорится, язык на плечо высовывать. Нет, конечно, она не справилась, она отработала то, что нужно было отрабатывать, отрабатывать две недели, вот это Ирти Саномес. Ну, две недели нужно отрабатывать, если ты собираешься увольняться, мне не найти, как это называется по-русски, она уходит обратно, Коди Хойту, она пойдет опять работать по домам. То есть, да, конечно, вот как бы казалось, ну, пришел ты уже вот с такими планами, с надеждами, и сейчас действительно мотивирует, и зарплаты, и деньгами, и так далее, но, к сожалению, не все хотят ни зарплаты, ни денег, ни мотивации. Работа тяжелая, и многие думают, лучше я заработаю меньше, но, как говорится, с меньшей потратой сил, и не надо лишних седых волос себе получать из-за того, что ты уходишь и ложишься дома спать, и все равно у тебя в голове эта ситуация крутится и вертится. Вот такие изменения в Финляндии будут, и еще наверняка будут происходить, это еще обсуждается, обсуждается, закон еще не принят, и я не знаю, когда он будет принят, вот принят, сколько лет они это обмусоливают, и все-таки мне кажется, раньше было лучше, было действительно, вот твой доктор, который знал тебя, ты ходил к нему, и не надо было рассказывать все вот это, начиная сначала, и сейчас я ходила несколько раз, я даже не стала все рассказывать, я смотрю вот на эту медсестру, которая сидит, смотрит на меня, и прекрасно я вижу, что она, читаю, что написано у нее в глазах, конечно, ей пофигу, что я рассказываю, она смотрит в компьютер, читает в компьютере, что там написано, и потом, когда я спросила, что, ну, как вы считаете, нужно ли мне, досказывает все, что я хотела рассказать, она на меня посмотрела, и сказала, что мне было отведено только 10 минут, вот на эту консультацию, что если вы еще что-то хотите, да рассказать, пожалуйста, Тилат Кауден Айка, пожалуйста, заказывайте новое время, ну, я пришла домой, конечно, в очень плохом настроении, думаю, ну, зачем я пошла, вот эта медсестра сидит, ей пофиг, что у меня болит, какие у меня претензии, и так далее, зачем я сюда пришла, лучше бы я пошла, потратила свои кровные денежки к частнику, что я и сделала, я пошла вот к такому, как говорится, специалисту, да, я потратила деньги, но нашла поддержку, нашла, что мне нужно делать, и так далее, и так далее, да, конечно, много раз мы хотим вот такого, но, к сожалению, в Финляндии это не работает, и когда девочки говорят, Оля, ну, почему в Финляндии нельзя вызвать доктора на дом, как мы привыкли, вот, дети из СССР, приходил всегда доктор в белом халате, как говорится, никуда этих детей тащить не надо, нет, в Финляндии доктора по домам не ходят, ты должен, хоть, как говорится, вот на предсмертном Адрия встать в кровати и пойти к этому доктору, и можете себе представить, вот, если действительно еще нужно там отсидеть три или четыре часа, как сидела моя знакомая, вот, среди этой капеллы бунтуристов, женщины в платке направо, и мужчины налево, вот, и после этого подумаешь, 250 раз купить себе новый шарфик из кролика, или пойти заплатить те же деньги, и пойти к какому частому специалисту, я, конечно, сейчас вот так с чувством юмора пытаюсь рассказать, но вы знаете, до юмора здесь, конечно, далеко, эта ситуация плачевная, и если сейчас они над эту ситуацию не возьмутся в Финляндии, конечно, проблема будет нарастать, как снежный ком, который скатывается с горы, и сейчас в Финляндии много нового переселенцев, которые, конечно, не имеют финского языка, не имеют никаких вот таких возможностей пойти к частникам, и поэтому, конечно, поликлиники не будут справляться, сейчас много сложных операций было пересено, перенесено только из-за того, что нету медицинского персонала, да, когда ты смотришь эти новости, финские, конечно, ужас ужасный, но, опять же, здорово, что это все обсуждается, они так все смели крошки со стола и спрятали их под ковер, нет, все это выносится на повестку дня, все это обсуждается, и здорово, что есть у нас какое-то вот такое мнение, и когда люди голосуют, я считаю, что нужно голосовать за то, что действительно подходит вам, а не то, что приходит опрос, ну, поставил ты крестик в каком-то, как говорится, и слава Богу, нет, конечно, нужно смотреть, куда ты этот крестик ставишь, за что ты голосуешь, поэтому жить в Финляндии, конечно, будет с каждым годом тяжелее и тяжелее, ну, а где легко, покажите вы мне, без детей, тяжело жить на этой планете, всем желаю здоровья, чтобы поликлиники обходили нас стороной, как говорится, чтобы все были здоровы, помните, давайте выпьем за здоровье, давайте, какой хороший тост, вот так и тут, главное, здоровья, подписывайтесь, не хворайте, если видео понравилось, пожалуйста, напишите комментарий, с вами была Оля Стампери, всем физкульт-привет!